Мама Алена 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 и сопровождающих к ним дидактических, например, материалов. А какие конкретно программы используются в обучении детей? Их достаточно много. Среди хорошо известных для школьных учреждений программ комплексных до сих пор актуальными остаются программа детства, программа «Радуга», программа «Истоки», программа «Из детства в отрочество», программа «2100». Помимо вот этих вот комплексных программ, существует и масса парциальных программ. Мне бы хотелось представить, например, программу Ирины Александровны Лыковой «Художественный труд». Это одна из новых программ. И ладошки, веселые ладошки, которые в дошкольных наших учреждениях области тоже хорошо представлены. Очень интересный блок программ, который сейчас крайне востребован, это программа по социально-личностному развитию. То есть это огромный блок программ, которые помогают развить эмоциональную сферу ребенка. Касаются программы социально-личностного развития, еще и вопросов формирования самооценки, ощущений в мире себя и среди других людей. Порой родители задают вопросы о методике Марии Монтессори, о методике Зайцева. Что это такое? Применяются ли они в детских садах? Это авторские методики, которые используются уже достаточно долгое время в работе с дошкольниками. Система Марии Монтессори, основная задача ее на развитии сенсорных способностей ребенка. То есть если говорить языком человека-непрофессионала, это умение научить ребенка слышать, видеть, ощущать, формировать тактильные ощущения при ознакомлении с окружающей средой. Действительно, эта система очень эффективная, и дошкольные учреждения используют иногда частично, парциально в рамках организации сенсорного развития в каждом детском саду. Что можно сказать про кубики Зайцева? Это очень интересная авторская технология обучения детей раннему чтению, где уже практически ребенка с года, иногда и раньше, можно знакомить, начинать с буквами, со слогосложением, с формированием из кубиков, на которых написаны буквы слов, и даже предложений. Методика Игра Воскобовича эта методика как раз направлена на развитие интеллектуальных, логических способностей ребенка, на развитие восприятия и пространственных отношений. Таких авторских программ достаточно много, использование их зависит от как раз того, от потребности, существующей в группе детского сада, от возможности педагога, который вот эти технологии способен реализовать. Мне кажется, что у вас записателям достаточно сложно разобраться в огромном числе методик и программ, что им помогает и каким вообще должен быть современный воспитатель. Современный педагог должен сочетать себе, как сказала Смур, педагогика современная должна быть либеро-арт, то есть разнообразие искусств. Современный педагог, он должен петь и плясать, и знать основу математики, и знать основу родного языка, и знать представление, которое сформирует, вернее, имеет представление о том, как сформировать у ребенка знания об окружающем мире. Кафедра дошкольного образования, Институт развития образования, она, конечно, все сделает для того, чтобы педагог вот в этой ситуации введения новых государственных стандартов был хорошо сориентирован в том, что будет происходить и в направлении программно-методическое обеспечение детского сада, где знакомя наших педагогов с новинками вот этой литературы методической, мы будем формировать у них новые компетентности, которые, конечно, востребованы, будут в их дошкольных учреждениях. Давайте узнаем, как методики воспитания реализуются в конкретном детском саду. Мы пришли в дошкольное учреждение общеразвивающего вида номер 75 в городе Ярославля. В нашем саду творческой группой была разработана своя образовательная программа, естественно, на основе федеральных требований со всеми ее принципами, целями и задачами. Ну и мы до этого работали по комплексной программе образования «Радуга», и мы решили взять ее как бы за основу, с ее учетом сделали свою образовательную программу. С учетом ряда парциальных программ, поскольку приоритетом является социально-личностное развитие, мы используем парциальную программу князя Востеркина «Я, ты, мы». Ну и, конечно же, на первом месте сейчас основы безопасности жизнедеятельности. Без них никуда. Вот мы с вами в группе раннего возраста. Здесь у нас детки от полутора до трех лет. В этом году набор у нас полный, группа вся сформирована. Адаптационный период у нас уже подходит к концу. Как вы можете видеть, ребятишки уже с удовольствием играют, слезы закончились, прощание с мамами хорошо проходит. Они с удовольствием у нас играют, занимаются уже. Ну и, конечно же, все, что нужно для малышей у нас есть. Это предметная среда, характерная для этого возраста, для самых маленьких. В нашем детском саду большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе с детьми. Для этого у нас есть физкультурный зал, в котором проводятся все занятия оздоровительной направленности. Ну и, конечно же, все детки у нас ходят обязательно в форме, обязательно у нас на ножках кеда, кроссовки. Используем различные оборудования. Вот сегодня мы попали с вами на занятия, когда детки занимаются с мячами. В нашем детском саду одним из углубленных направлений является социально-личностное развитие детей. Потому что становление чувств и эмоций дошкольников в этом возрасте как-никак кстати. На группах созданы экраны настроения, где детки отмечают свой эмоциональный настрой каждое утро, смайлики выбирают себе, очень много игр, сформированы центры ряжения. Именно в этой группе педагоги работают по этому направлению более углубленно, чем по другим. Работа имеет место быть, есть свои положительные результаты. Так что приоритет социально-личество развития, дополнительная парциальная программа «Я, ты, мы» князь Востеркиной используется в нашем дошкольном учреждении на первом плане. Вот такие вот чудесные фигурки театральные разных героев, королей и принцессы, которые присваиваются, какая-то цифра от одного до десяти, значит, сделаны руками родителей. Для того, чтобы наши малыши изучали цифры, окунаясь в сказочный мир, согласно своего возрасту в игровой форме, проходят, изучают цифры, знакомятся с элементами сложения, вычитания, вот через такую сказочную форму. Сейчас мы находимся в кабинете учителя-логопеда. При постановке звуков у детей в индивидуальной работе учитель использует, естественно, традиционные подходы, но и вы можете посмотреть, как используются нетрадиционные современные компьютерные технологии. И в условии «медведь» тоже нету звука «и». Хорошо. Ну и, конечно же, в детском саду эстетическое воспитание, направленность музыкальная, прежде всего. Деток развиваем как групповым методом, так и индивидуально. Поем, танцуем, развиваем речевую идеологию. Мы сейчас с вами в подготовительной к школе-группе. Ну, конечно же, основным является формирование предпосылок учебной деятельности. Но, как таково, учебный процесс организован в форме игры, через рисование, через лепку, через аппликацию. Сейчас мы с вами на рисовании. Как раз детки учатся смешивать цвета, получать оранжевый цвет из основных. Ну и, конечно же, здесь элементы познавательного развития. То есть интегрированная деятельность, комплексная интеграция нескольких образовательных опластей. И познание, и художественное творчество, и труд, и развитие речекоммуникации. Все здесь вместе. Ручки в стороны раздрел, ключик не нашел. Чтобы ключик нам достать, надо на носочки вставить. Руководство, учреждения, старшие воспитатели обязаны сформировать компетенции у воспитателей в соответствии с теми нормативами, в соответствии с теми условиями, которые сейчас у нас созданы. Потому что воспитатель является, именно воспитатель является первым звеном тем человеком, который дает ту непосредственную образовательную деятельность, это развитие ребенка, его особенностей, его личностных качеств. И находится в сильной, в тесной взаимосвязи с ребеночком каждый день. Наша съемочная группа в этом детском саду очень понравилась. И мы поняли, что труд воспитателей очень нелегут, особенно из-за большого объема используемых методических наработок. Спасибо вам, воспитатели! Воспитывает все. Люди, вещи, явления. Но прежде всего и дольше всего люди. Из них на первом месте родители и педагоги. На рынке детских товаров мы работаем более 10 лет. За это время у нас накопился большой опыт работы с дошкольными учреждениями, воспитанниками детских садов и их родителями. У нас вы можете приобрести методическую литературу по программам дошкольного образования. От рождения до школы, детства, детский сад 2100, истоки, мир открытий, успех. Материал подобран по образовательным областям. Окружающий мир, изобразительная деятельность, художественный труд, основы безопасности жизнедеятельности. Большой выбор материалов для руководителей дошкольных образовательных учреждений, логопедов, дефектологов, психологов, родителей и их детей от года до 7 лет. Готовы вам предложить большой выбор детских развивающих товаров. Игры, игрушки, книги серии «Семь гномов», развивающие тесты, методика Зайцева, игры Воскобовича, Никитина, художественная литература, энциклопедии, наборы для творчества, оснащение для детских садов. Предлагаемый нами ассортимент постоянно пополняется последними новинками в сфере дошкольного образования. Мы всегда рады видеть вас в наших магазинах. Магазин «Школьница». Методики для воспитателей и родителей, демонстрационный материал, развивающая литература игры, тематические костюмы и все для творчества детей от рождения до школы. Магазин «Школьница». Дорогие родители, программа «Мама знает» выходит в эфир на канале Я24 в среду в 19.05. Не забывайте про повторы, ищите нас в социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы с моей коллегой Светланой Филиповой мониторим все ваши вопросы и стараемся на них ответить. А сейчас пока! Редактор субтитров А.Семкин